На сессии по решению депутатов городского собрания Сочи земельные участки из муниципальной собственности были переданы в федеральную. Это касается, например, участка земли санаторию Искра. Девятая горбольница перешла в собственность края. Сегодня депутаты также внесли изменения в бюджет города. Были распределены 50 миллионов рублей. Бюджет это текущие наши вопросы, которые есть. То есть у нас поступает средство, особенности, это сейчас в конце года, это субвенции краевые, целевые, субвенции, которые передаются нам. И мы их обязаны срочно внести в наш бюджет. В основном направлены на вопросы благоустройства, связанные с ремонтом жилья. Это самые крупные суммы, которые там были. Потому что у нас начинается ремонт, наконец-то начинает работать программа по капитальному ремонту. И подлежит ремонту, началу ремонта в этом году 47 многоквартирных жилых домов. А в перерыве народные избранники, привыкшие, что выбирают их, сами подходили к урнам. Сегодня они голосовали за претендентов на звание «Почетный гражданин города Сочи». Ими в итоге стали бессменный ведущий КВН Александр Масляков и олимпийская чемпионка Елена Веснина. И вот наша сочинка Елена Веснина получила эту награду. Я это делаю вдвойне с радостным чувством. И как сочинец, и как человек, который любит играть в теннис. К тому же на прошлой неделе стал членом правления Федерации тенниса России. Надеюсь, что это все поможет развитию тенниса в нашем родном городе. Присутствовали сегодня и два депутата Государственной думы Константин Затулин и Алексей Воевода. Как стало известно, они планируют теперь принимать участие в каждой сессии городского собрания. Чтобы быть в курсе городских инициатив. Елена Овсицына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Продолжение следует...